Вот, кстати, вы вспомнили про комплексы Патриот. Как у нас вообще сейчас с системами ПВО? Потому что буквально на протяжении последних дней вы видели новые атаки на Киев, ракетные удары, которых, в принципе, достаточно давно уже не было. Да, ну, вы знаете, тут, кстати, просматривается уже система некая. Как только у нас появляются успехи на фронте, а у Российской Федерации большие неудачи, ну, в частности, с той же Луганской областью, да, не взяли они Северодонецк. Тут же наносится серия ракетных ударов по Киеву именно или по Киевской области. Вспомните, когда потонул ракетный крейсер Москва, да, то же самое по Киеву было два дня подряд было нанесение ракетных ударов по Киеву, предместьям и Киевской области. То есть это похоже на такую системную ответку со стороны Российской Федерации и, опять же, попытку нанести какой-то вред транспортной инфраструктуре, в первую очередь. Киев является очень крупным узловым городом в той же железной дороге, в том же транспортной развязке. Поэтому они наносят свои удары. К сожалению, по ПВО могу сказать так, что, видите, мы опять возвращаемся к тому же понятию, что у нас наше ПВО не предназначено для борьбы, у нас нет противоракетной системы обороны, у нас есть противовоздушная система обороны. И она, видите, не всегда справляется, это ее непрямая задача. Она может сбивать ракеты, но эффективность противоракетной обороны в тех комплексах, которые существуют сегодня, очень низкая. Поэтому большая часть ракет, к сожалению, достигает своей цели и только меньшую часть ракет удается сбить. Иногда на подлетах мы сбиваем, когда были удары по Западной Украине, когда были удары по Центральной Украине, в Запорожской, Днепропетровской области. Там удавалось где-то сбить, где равнинная местность, где радары могут видеть эти ракеты с большего расстояния, чтобы успеть среагировать на эту ракету. Ее же мало увидеть, ее же надо еще, чтобы пусковая установка успела пустить противоракету и перехватить. Поэтому вот такая вот ситуация с ПВО у нас сохраняется, будем так говорить, не совсем та, которую мы бы хотели. В пакетах западной помощи есть установки ПВО? Ну да, я же предполагаю, что очень шли активные разговоры накануне начала поставок, где-то недели две назад, о том, что вплоть до того, что может быть передан комплекс Патриот. То, что там в Германии обещает нам ИРИС, систему ПВО, во-первых, это система ближнего радиуса действия до 40 километров, это что-то вроде аналога ТОР-2 советского или того, что у нас есть, будем так говорить. Это первое. И второе, ну опять же, Германия в своем репертуаре, они пообещали, но сказали, что дадут именно те комплексы, не те, которые у них есть в составе Бундесвера или находятся на складах, готовые к применению, а те, которые выпустят завод. А завод до конца года может собрать два комплекса, аж два комплекса. То бишь, когда мы получим оба комплекса, то горячая фаза войны, по некоторым оценкам аналитиков, может вообще закончиться. Субтитры подогнал «Симон»